В Иерусалиме. Сыном Давида, царем Иерусалима, был только Соломон. И сомнения некоторых филологов, библистов, и принадлежности к книге Экклесиаста царю Соломону возникали на основании изучения языка этой книги. Утверждают, будто это речь после пленного периода. Ну и тут объяснение идет, что это не так. С другой стороны, можно допустить позднейшую вечевую обработку книги, что вовсе не означает изменение, содержание. Но мы это сейчас видим, у нас тоже перевод сделали, и сразу немножко языковая особенность со временем народа изменяется, как вот в России произошло. Никогда не говорили на церковно-славянском языке у нас. Церковно-славянский язык на 70%, как считают, состоит из болгарских слов, 5% венгерских, остальные 25% помесь различных славянских слов, ну и русского в том числе, тогдашнего славянского языка. Поэтому на нем никто не разговаривал. Это чисто, как вот сейчас любят этим кичить наши православные, духовенство, так оно и есть. Что это чисто, это язык Бога, это язык церкви. Так он и был, церковно-славянский язык. Язык для церкви был, специально изобретен. А чтобы на нем научиться говорить, я даже не знаю, был у нас этот разговор или нет, смею предположить, что на церковно-славянском языке сейчас никто не сможет научить, как правильное произношение даже делать. Почему у нас с батюшкой были очень сильные баталии, когда оставались мы одни. Он говорит, ты неправильно читаешь. Я говорю, а как читать надо? Он говорит, ну как-то вот, ну как-то, ну не так, как ты. Шторки отпустить? А зачем? Не, не в коем случае не надо, уже насиделись в темноте. Пускай будет. Не надо! Снимай. Не надо! Зачем? Хорошее освещение. Ну нормально свет, нормально. У меня видеокамера плохо. У него не нормально, у меня плохая получается. А, у тебя плохо? Да, у видеокамеры получается. А, я думаю, что это. Давайте. Опять снимаете вот это. Вот так. Мы уже пробовали. А, вы для белокамеры. Только поэтому, для него. Понятно, а я думаю, что же вы так не любите свет, что ли? Ну, это понятно, да. А мне кажется, темнист. Улыбаться всем. Темно, да? Солнце ярче сегодня. И так, продолжим. И то есть, тут мы можем согласиться с этим. Так что, да, это не суть столь важного. Обращающийся ныне. Обращающийся ныне к нам через книгу Экклесиаст. Кто он такой? Экклесиаст. Это мы начали сегодня. Я хочу узнать. Экклесиаст. Ну, никогда не было этого. Немножко посмотреть. Тут толкования идут интересные. Итак, Экклесиаст или Когилет. Мы слышим слова Экклесиаста. Привычное слово звучит по-еврейски, как Когилет. Слово произведено от глагольной формы Кагал, что значит созывать или собирать. Отсюда и собрание Кагал. Итак, этот собирающий, собрание и говорящий собрание Экклесиаст точно такое же значение имеет соответствующее греческое слово Экклесиастис. Отсюда Экклесиаст, то есть тот, кто собирает собрание. В Новом Завете так будет названа Церковь Христова. Экклесия. Соломон получил наименование проповедника или Экклесиаста, когда при освящении новопостроенного храма в Иерусалиме собрал народ и обратился к нему с речью молитвой, в которой молил Бога о направлении сердца народа к благочестию. Вот нам прямо сейчас не хватает этого, такого проповедника на всю страну. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, царю Соломону в Иерусалиме. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне. И обратился царь лицем своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал. Третье царство, восьмая глава, с первого по пятнадцатой стихи здесь. Здесь употребляются слова созвал, опять же, кагал. С воздетым их небу руками стоит перед народом проповедник великий Соломон. То был еще юный Соломон в пору своей мудрости, в пору своей песни песней. Блистательный царь и невеста его была премудрость Божия. Теперь он старый нищ, теперь странник и философ. Позади бремя славы, мудрости, богатства и греха. Теперь он смотрит открытым оком на горькую правду жизни под солнцем и ищет в ней смысл. Теперь он проповедник, собирающий и ищущих подобно ему смысл этой жизни и говорящие к ним слова. Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Великий иудейский толкователь священного писания Раши жил в тысячном году. Слово проповедник объясняет как собирателя. А назван так Соломон, потому что собрал он немало премудростей. В другом месте, в Притчах 31, назван он Агурбен Яке, что переводится сын Якова. Потому что он накопил всевозможную мудрость и исторг ее. Ну тут там эти еврейские слова Агар. То есть получается Агурбен. А некоторые полагают, что назван так потому, что все речи свои произносил он в собрании людном. Соломон проповедник в людном собрании и говорящий о смысле и бессмысленности жизни. Итак, прямое значение слов об авторе книги дает в своем переложении экклесиаста святой Григорий Чудотворец. Неокисарийский епископ умер в 270 году. Так говорит Соломон, сын Давида, царя и пророка, славнейший пред всеми людьми царь и мудрейший пророк всей Церкви Божией. Итак, проповедник это и пророк, говорящий всей Церкви Божией. А Церковь и Экклесия есть собрание людей, созванных Кагилетом или проповедником. К тому же он и славнейший царь. Блаженный Иероним Стридонский, 330-419 года жизни его. Богослов и подвижник, переводчик Священного Писания. Говорит так, что экклесиастом на греческом языке называется собирающий собрание, то есть церковь. А мы можем перевести это слово как проповедник, потому что он говорит к народу, и речь его обращается не к одному лицу в частности, а ко всем вообще. То есть проповедник, экклесиаст, собирающий церковь, а как говорящий к народу, он может быть назван и проповедник. Блаженный Иероним впервые вводит это слово проповедник в отношении экклесиаста. Так переведет это слово на немецкий язык в 16 веке Мартин Лютер. А по-немецки оно так звучит. Предигер. Предигер. Это некое новое качество по сравнению с пророком, учителем, царем и судьей. Библейское пророчество, учение, повествование теперь восполняется проповедью. Учитель говорит о чем-то, о ком-то. Проповедник говорит что-то, кому-то. А настоящего проповедничества раскроется только в Новом Завете. Языческих жрецов и шаманов, израильских священников, иудейских раввинов, мусульманских мул и буддейских лам трудно назвать проповедниками. Они пророчествуют, наставляют, учат, но не проповедуют. Только Иисус послал своих учеников на проповедь. Только христианский служитель, в первую очередь, проповедник. Поспорю на сегодняшний день. Иисус велел, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Марка 16, глава 15 стих. Только служитель Христов стонет, понимая, и горе мне, если не благовествую или проповедую. Первая Коринфянам, 9 глава, 16 стих. Но и христианскому духовенству непросто устоять в этом призвании, и не превратиться в жреческое сословие. Вот хорошо, что... Игнатий Иванович, хорошо, что Геннадия Фастова встретили. Он хоть такими завуалированными словами показывает что-то. На самом-то деле, дело по плачевне у нас состоит. Вот преподавать в университете я по этой книге никогда бы не стал. Никогда. В первую очередь, я ее прочитал. Я ее сокращаю. Вот это там, Раши. Никому они не нужны. Это иудейские раввины. Дальше он вспоминает, а вот такой-то Иероним сказал. Так из него и взять. Иероним упоминать здесь не надо даже. Он некогда кратно... Слово Иероним будет, допустим, 27 раз упоминать. Это вот как толковая Библия Лопухина. Это нужно все. Но нужно не тем, которые люди на низу стоят. Вот для проповедника. Проповедник, проповедник. Не проповедовал в Новом Завете. А я бы начал так. Вот он проповедник, Экклисиас, переводится. Но православные на проповедь не послано. Тысячи лет, как один день прошло, просидели на одном месте. То есть я все бросил бы на то, чтобы сегодняшних расшевелить. Чтобы они вышли на проповедь. Чтобы патриарха не встречали там в две колонны военные стоят. И патриарх выходит, как встречают президента какого. А отдельно там стоят девки вот так вот, колени. Ему женщину глядеть даже нельзя. А его встречает специальная команда женская. Это все в интернете стоит-то. А отдельный вертолет там, высочайшая маркет. Встречают, двое под руки ведут. И с ковром из вертолета послана и прочее. Иди на проповедь. Это все кончится здесь. Червям молит только корм. И вот это вот, я бы по этой книге не стал никогда вести занятия. А для себя бы узнал. Теперь я ее сократил. Сократил настолько, чтобы в каждую душу вложить. Я первые годы в Алтайском государственном университете, когда вел занятия, то проходили толкование всего Нового Завета из ветхого песни песней. И песни песней в то время отца Геннадия не было. Она у него подробная. Я ее сокращал до того, что слово, что означает знамя его надо мной и любовь. Все. Теперь я объясняю, что такое любовь. В чем она выразилась. Двигаюсь вперед. Когда я толкование откровения прочитал Андрея Кесарийского и других святых отцов, я начал сокращать. Беседуя с тиктантами, я не буду называть ему, сказал Папий. Не Папа, Папий был такой. Сказал там Ирине Леонский. Это все за бортом. Мне нужно конкретно сказать, что такое Ладикея, что такое Пелодельфия. Да что такое жена, что 12 звезд. Я наконец сокращаю настолько, что это умещается у меня на одном свернутом листке. Коротко все. Я держу вот так в руке. Все толкование я поместил на лист развернутый, два листа, которые складываются. И тогда людям даю, все принимают. Это нет. Конечно, упрощать тоже надо знать меру, где как упрощать. Я говорю, человек из чего состоит. Вот пример рассказать. Ну, голова, туловище, руки, ноги. И больше ничего нет. А больше не проще в Писании не написано. И правда говорится. А поднимите голову вашу. Я говорю, а про мозги написано что-нибудь? Слово мозги даже в Библии не упоминается. И что-то надо спрашивать. Таракан безмозглый. Чему ты меня можешь научить? Значит, надо знать, где сократить, до какой меры. И мне не надо. Это извилина, нейтрина там говорит. Ну, мозги-то есть все-таки. Хоть какие-то. Хоть птичьи. Хоть самые последние рептилии замерзающие есть. Вот это вот нужно сказать. Экклесиаса означает проповедник. Проповедники всех, кого Господь посылает на проповедник. Все. Кончилась голова. Дальше я начинаю идти. Каждое слово. Вот так вот вести занятие. В первую очередь ни у кого ничего не остается. Прошло много времени. Это труп доктора богословия. Он нужен для студентов, чтобы все знать. Но кто первый раз сказал, что экклесия? Вот сказал экклесия и одновременно эта церковь. А дальше не вспоминает. Слово собрание. И дальше он говорит людей. Там пригласилось, что собрал. Слово собрал это основное слово. Экклесия. Вот что церковь означает. Экклесиас означает проповедник. Что собрал и толкнул на проповедь. Уметь сложное привести к такому простому, чтобы любая кухарка поняла, что она может управлять сама собой. Не государством. Это искусство. Вот это, чтобы книгу перевести, сделать доступной для народа. Еще у нее уйтюды есть такие. Это мне. Это мне уйтюды еще. Вот она говорит. Я говорю, ну читаю. Так вроде интересно. Считала, закрыла. Ничего не знаю. Опять считаю. Сколько прочитала, столько и забыла. Нужно так прочитать, чтобы оно было вмонтировано. Вот сектанты, баптисты поют песни. Они до того упрощенные. Они там не художественные. Но они проникают в душу. Что толку, чтобы при высплете монахи составили песнопение, там в ширше небесном и прочее. Когда никто ничего не понимает. Сегодня говорят, но им-то она понятна, эта песня. Они-то понимают это. Кто-то стучит. Слово стучит, они все знают стучать. Кто-то стучит. Два слова. Кто-то стучит, оно в мозги вдалбливает. А кто стучит? Христос. Три слова-то всего надо. А может надо другое. Все стоят у двери и стучат. Тут ничего тоже нет. А тут может теперь с какого материала, как шел, как стучал, какие перепонки. Я вот никогда бы по этой книге занятия вести не стал. Я бы ее прошел, нужное выбрал, сократил и потом преподал. Тебе не выйти из-за стола, когда ты закончишь. Почему? Ну, наполовину парализованный будешь, наполовину сонный. Как-то занятия в лагере. Все подряд, все до одного спят. Занятия. Вы не учите. История. Так, я что-то не понял, зачем это рассказывать. Я рассказываю к тому, чтобы упростить. Да это не занятия были. Занятия, на занятиях у меня никто не спал. Зачем вы эту ерунду и записали там под этим фотографией. Зачем? На занятиях спят. Ну, занятия это занятия. Они теперь могут спать сидя. В лагере можно спать сидя. Зачем вы это теперь говорите все время, везде упоминаете. Вот это Бойдин был, помнишь? Вы теперь, вы рассказываете всю правду-то, как там и есть. Я рассказываю так. А то вы вроде как с юмором. Я не понимаю это. И все время ко мне обращаетесь. У тебя спят фотографии вот за фитнесею. Да есть у тебя, у меня спят. У вас, конечно, спят. А я спящий преподаватель, там рядом сижу, сплю. Мальчик сидит рядом тут на снимке, показывает. Бодю Юра. Все спят. А один не спит. Почему? Да он там не один, их трое, они рисуют. Он не православный, у него Библия. Отдельно детей отпущу играть, захожу, он отдельно, один ребенок на весь лагерь сидит с Библией. Почему? А он не православный. Вот и все. Все доказательства. Остальные все до одного будут прыгать, играть, спать, листать, рисовать. Но Библию ни один не откроет. Ни один. Вот и все. Его приучили так. У него отец и мать. Библия не хочет их листать, ничего не понятно. Почему не хотим? Ну, не знаю. Вступление просто долгое было. Да это не вступление, это уже идет толкование. Это уже не такое толкование. Вы на тебе говорите, выбери все, что это. Это толкование идет. Ну, все засемнено. Ну, ладно, все, я пошел. Я не знаю, что сказать. Игорь, успокойся. Ты что? Меня спросили, я ответил. Мое слово имеет силу. Сила заключается в данном случае в тормозе. Пустое место. Кто ей желает? Садись сюда. Продолжайте. Вы сейчас вот о чем рассудить можете. Давайте по порядку. Так, он, Игорь, сейчас совсем ушел, что ли? Да придет сейчас. А? Да придет сейчас. Обиделся, ему так эта книга понравилась. Я против книги. Отец Геннадий, мнение чужое. Книга хорошая, но она не на массовое пользование, как этюды. Ты ее будешь считать и через полшага забывать, где там что прошел. Но он академист. Сейчас бы сейчас вернусь, опять почитаю. До обращения был в преподавательном университете. Это математик. У него там цифры вот как двигаются. И он знает там, с еврейского переводит и прочее. Разные списки, сноски, разные раввины, РБ. Но никто ничего этого не знает и не запомнит. Надо не зайти к этому народу. Я пастырь, вы вовс. Вот он взял, Христос понес. Вон, видишь, какая икона. Все понятно. Я овечка его. Я хочу сказать сегодня, 4 марта 2012 года. Сегодня прилично поговорить о руководстве страны. В Израиле подобное было уже. Они ходили, воевали, возвращались. Армия сразу расходилась по домам, как у полевого командира. Военное время наступало, все опять собирались. Но другие видели, что у других народности не так. У них постоянная армия. Профессионалы работают. В любой день они могли двинуть их. Даже быстрее, чем казаки, собрать войско. И они пришли. Ты вот умираешь, а мы остаемся. Ну дай нам такого, как у других народов старя. И дал Бог. И написано, дал во гневе. Во гневе дал. Богу было это не угодно. Господь говорит, они не тебя, Самуил, отвергали, а не меня. Ни один человек, просящий старя, не подумал, что этим самым он Бога отвергает. Да как же, даже мы же молились. Бога оспаривать не надо. Бог сказал. А сегодня мы, говорит, царя в стране, без царя в голове. Так что царь не нужен. Я не утверждаю, нужен, не нужен. Мы уже по-другому не можем. Но у Израиля его не было. Руководили пророки. И руководили они по откровению Божию. Бог полагал им на сердце. Начиналась война, заканчивалась война. Все было с пророками. Вот представьте, война, маршалы, генералитет собрались. Война, поражение. Мы не пойдем. Приходит к одной женщине, она пророчится, и говорит, ты пойдешь, если на войну, мы пойдем. Вот это договорились. Да женское дело-то, разве на войну ходить? А мы не пойдем. Бесполезно ходить. Она одна. Она говорит, хорошо, я пойду. Ты испытанный военачальник. У тебя опыт есть. Но Сесару убьешь не ты. Раз я женщина, и женщина и убьет этого главного начальника. А тут думает, еще себе. Да я поставлю таких стрелков, снайперов, танки на пути, рвы на рою. Поет именно так. Когда он бежал, и там отдельно шатер, еврейка одна на отшибе жила, у нее там заимки были. И он знал, что она нейтральная. И он к ней зашел, она напоила его молоком, он лег спать. Она кол поставила, чтобы не промахнуться, а потом сверху как ударила, по полуисок ему проломила. Когда за ним гонятся, прискакали к этому месту, ты не видел, она открыла шатер и говорит, смотрите, он лежит, нарисованно мертвый. Все, Сесары нет. Нужно знать, значит, кто еще будет тебе благословлять. Не военное искусство. Есть ли у руководителей страны сегодня такая мужчина или женщина, которая имела бы прямой контакт с Богом. А что вы уверены, что это должен быть православный? Я повторяю, что не знаю. Я только знаю, что прямая связь с Богом превыше всего. Хорошо, когда за нас кто-то молится, златоуст, говорит, но лучше всего, когда ты сам молишься. Хорошо, когда молится за меня Николай Челотворец Богородица, но лучше, когда сам Христос меня отмечает. Мы не отрицаем то, но понимаем, что все это посредники. И златоуст это очень хорошо понимал. Мне нужна прямая связь с Богом. Я хочу знать волю Божию. Вот сейчас я пришел, там, эгоисты вышли. Да никакого царя не надо. Правильные слова говорят. Они не учитывают обстановку, время, страну, эпоху. Не дано. Голова есть, говорит, а мозгов нет. Православное все к ногам президента складывает. Голова есть, мозгов нет. А что нужно, мозги. Мозги как раз и говорят о том, что я себя смиряю. Мне царь не нужен, но я вижу обстановка такая, что нужен. Я смиряюсь. Я знаю, что царь этот поведет туда, куда ему масона укажут. И мне лучше всего с ним дело не иметь. А я имею ежедневно с ним, как в молитве. Я его имя поминаю каждый день. Сколько вот, 10 лет каждый день поминаю Дмитрия Владимира. А теперь Владимира перекину на первое место. Поменяемся. Почему? Связь должна быть. А ему Бог как-то незримо, там, через лазерный луч, так, по образу сказать, ему положит на сердце. Вот и все. Вот что нужно. И христианство, это Соломон, когда спрашивают, а кто такой, даже не знает, кто такой. И вот это вот, что он бродящий проповедник, куда-то пошел, откуда-то они берут все. А вы уже прочитали сейчас. Соломон под старость, он уже теперь в ум пришел, и теперь этот бродящий проповедник идет. Я это читал у евреев, это от евреев он взял, отец Геннадия. И это же говорит как-то Дмитрий Менделеев, который выступает, не химик. Откуда они это берут, что Соломон был бродящий? Еще он, Лев Толстой, что ли? Ну, ничем это не подтверждается. Соломон был в старстве. И не написано, что он, ну, играл под народ. Он был очень строгий и жестокий. Просто жестокий был человек. Но по-другому, значит, видимо, жестокий век, жестокие люди были. Он только заподозрел, только чуть-чуть, Адония сразу голову отрубил. А это его брат, один отец. А тут пришел Адония, только через Версаю. Мать попросил поговорить, чтобы он отдал мне Ависагу, жену мне. А все равно Ависага ко мне расположена. И мать это сделала. Никто больше не мог оттаять. А то она говорит, сын мой, я об одном попрошу. Ты не мог бы так Ависагу, которая грелкой была у отца твоего, грела отца. Ты отдай ему его. Он говорит, а почему ты царства не просишь? Ты проси ему царства совсем. А царство будет, меня и тебя он казнит сразу. Так я ему говорил, как только замечу, все, так же идите убейте его. А тут, за что? Он же мне дал жизнь. Мне приказано убить тебя. Ты приходил жену, просил, ну что? Он понял, что за этим интрига есть, через нее он теперь на Соломона отравит или еще что-то. Конечно, жестокость его неповерная была, как у Давыда. Но он установил мир, и при нем полный покой был в государстве. Большей мощи государство Иерайя никогда не имело, как при Соломоне. Нам не судить его надо. И подражать мы не можем. Но он нам дал пример, задуматься о жизни, пока мы молоды. Все суета. Не завидуй ни магнатам никаким, ни олигархам, ни сильным людям. Никому. Зависть съедает человека. Ты похвалишь, что Господа знаешь. А если ты Господа знаешь, ты все будешь считать за суету. Вот сидят за столом такой есть Максимов. Просветающий Евангелие. Это секта такая. И вот они обязательно, чтобы человек был богатый. Было еще его преуспеяние. Я смотрю, в интернете показывают. Какое преуспеяние? Он приводит места из Библии. А сидят там рядом баптисты с ним в споре тоже. Самые сытые. Едва в экран помещаются. Прямо видно. В два пальца жир на щеках у него. Прямо ляд ли настоящая. Да с такими щеками-то говорить о бедности-то не приходит. А один такой суховатый парень говорит. Его как-то приятнее слушать даже. Конечно. Можно за Нила Сорского голосовать. Можно за Иосифа Володского. Один Нил Сорский за то, что церковь должна быть бедная, к ногам апостолов. А Иосиф считал, что даже мы все богатые. И что интересно, церковь канонизировала того и другого. Они совершенно несовместимы. И Иосиф Володский, это Иосиф Сталин настоящий в церкви. Он день и ночь ратовал за то, чтобы еретиков казнить. Казнить, 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 казнить. И он добился князя, подбил к этому, начали ловить, сжигать. Он инквизитор был. И его сделали святым. Значит, у нас должен быть царь, чтобы у него были не Иосиф и Володский. В советниках. А такие, как Нил Сорский. Церкви положено быть бедным. А как же Авраам был богатый? Да, в Ветхом Завете, это говорилось. И в Новом Завете были. Но в Новом Завете этот человек, как филарет милости, он все раздал. Сектант его не помянет, он его не знает. А ему зачем это? А вот богатый был Авраам, и я богатый. И везде все продает, продает, он миллионером стал. И все будете богаты. А никто богатым не делает. Он обманывает их. Все богатые не могут быть. За счет кого-то. Когда Березовского спросил, тогда был генеральный прокурор России, Скуратов. Его убрали по указанию Ельцина. Что-то подстроили вроде где-то с женщинами. А ничего этого не было, он говорит. Я говорю, Боря Березовского, а чего ты не едешь в Израиль-то? В Израиль. Мне, говорит, мало удовольствия утром просыпаться и сознавать, что я нахожусь там, где пять с половиной евреев думают, как обмануть друг друга. Это евреи говорят. Пять с половиной, день и ночь думают, как кого обмануть, чтобы не работать, и было все. Это не мои слова, а то антисемитизм припишут. Вот. Это он говорит и печатает, это комсомольская правда. Но он сказал правду. Березовский, это не моя симпатия. Но он говорит правильно. Он очень открытый. Он как Жириновский. Он ломит, говорит все как есть. И не надо дуться на кого-то. А ты хотел бы, чтобы был кто-то? Никого я не хочу. Не знаю. Я хочу одного, чтобы люди познали Бога. А ты хочешь мира или войны? Мира хочу. Но как Богу угодно. Но не коммунистов. Это я однозначно проголосую двумя руками. Только не коммунистов. Потому что они говорят, мы вернем все на старое. Советский Союз восстановим. Все отберем, да? Все вернем, у кого отняли. Считаешь, то ли они никогда за столом ни с кем не сидели с богатым, с бедным. Да кто ж тебе изо рта своего отдаст? Когда уже все проглощено. За рубеж увели. И теперь у них новые жены. Все теперь. Ну где? Теперь поищи, где этот обраговиш. Ну где он? У него там Черногория куплено. Там-то теперь это уже псордец своего ребенка родила. С той с женой развелся. Ну и мы будем теперь ждать, когда придут, нам порядок наведут. Порядок начинать отсюда и колени, и руки молитва. Я встал, помолился. А кто будет? Не знаю. Я буду молиться. А вот возьмет, да на все. Господь посмотрит, так махнет руками. Скажет, ничего не поняли? Пусть у вас дюга, она будет. За него буду молиться. За жириновки. За него буду молиться. И Бог ему мозги будет выправлять. Ему ничего не сделать с моей молитвой. И поэтому у меня всегда на душе легко. Я волю Божию прошу познать. Я не знаю, да будет воля твоя. Не познанная мною. Но я знаю, что воля это благая и угодная Богу. Ведет к небесам. И воля это самоотвержение. Отвергай себя, не накапливай к себе, тащи. Вот это я тоже знаю хорошо. А завтра будут реквизировать все коммунисты придут. Ну что он ко мне придет? Свои только какие-то китель мне даст. Вместо этого рваньяр. Что он мне больше даст? Отнять он меня ничего не отнимет. Он все уже давно отнял. Вот это в простоте все это заложено должно быть в нас. Сегодняшний день, говорит, решает нас на столько-то лет. Ну как будто так. А на самом деле он ничего не решает. Он вчера, что сегодняшний день. Для Бога все дни одинаковые. Он за кулисами, он руководил. Сейчас, говорит, 4 года Путин только и мешался. Медведеву не давал ничего делать. Да откуда нам знать? Мешал, не мешал. Главное, что человек не по Евангелию. Почему они вот собираются в храм? Почему он не пойдет Путин к баптистам? На Маловозовскую три. Побыл бы там, у харизматов где-то побыл. Посмотрел бы и прочее. Это его люди. Речь идет о сотнях тысяч людей. И может быть его слово какую-то роль бы играло. Не надо ему быть прыгать, скакать, как жрец Ивалову. Харизмата. Но посмотреть надо, потому что это его тоже. Он-то не священник. Это его паства. Если он президент, это мы его как дети. Ну, теоретически. И поэтому надо думать, куда нас направить. С нами он ничего не сделает. Мы умрем и все. Сегодняшний день, это день решительного. Моего поворота на волю Божию. Да будет воля твоя. Я не буду огорчаться, кого бы не избрали. Я никого не прошу. Настолько мне это легко. Я ничего не хочу. Да будет воля твоя. Вот я считаю, что я достиг этого уровня, когда мне все равно. Так ты что, и за Гитлера молился? Ни вопроса не ставлю. Я за полпота молился, за Маазыдуна. У меня разницы никакой нету. Молитва, она не мешает вашей программе. По-вашему. За сны никто не сует. А считай, я просто калабродил. Ну и все. Что ты пастыря-то нету? Оратора прогнал. Прогнали, оратора нашел. Я не прогонял, я ему спросил. Я молчал, пока меня не спросили. А когда спросили, а я это время пока он читал, я все время сидел и думал, ничего это пастырь не понимает. Надо как-то упросить. Я хотел сказать, он все знает, брат-то умный. Ему надо дома было пройти, нужное выбрать, а потом уже выжимки эти вам даст. Конкретно ничего не изменяет. Толкование. Вот что оно означает? А слово это, элькесиас, перемалоть, как он последнее говорил, а уже первое давно забыли. А всего-то полторы страницы прошли. Одну. Одну. Виноват. Он ее уже всю прочитал, эту книгу, думая. Она ему очень понравилась. Очень она, я скажу, и мне она понравилась. Но для народа понять, занятия вести я не буду. Потому что я заранее знаю, что никто ничего не усвоит. Это учебник, да. Народу нужно конкретно. Правая рука его подо мною, а левая обнимает меня. Вот понятно. Стан твой подобен пальме. Подумал я, влез бы на эту пальму, оградитую виноградной кистью. Ухватился бы за эти кисти. Ну все понятно. Не умому понятно. Понимаешь, нет. Но когда начинаешь дальше смотреть, людям бы рассказывало, что означает виноград, что означает стан, что означает пальма. В кратких словах. Пальма это единственное дерево, которое не бывает кривым. Кривая береза, кривая сосна. Пальмы ни одной в мире нет кривой. Почему? Жизненные силы, соки так идут, ее согни, они ее распрямляют, как шланг у пожарного. Они ее распрямляют. И подумал я, влез бы, достиг бы плодов. Плоды не достижены мирским человеком. Потому что они достижены в церкви Христовой. А встан ее эта церковь прямой. И они даже не понимают, сектанты, что вне церкви нет виноградных кистей, нет Ветхого Нового Завета, правильно понимаемого. Две кисти, Ветхий и Новый Завет. Почему Иисус, мы, говорит, носим на шреслах пояс свой. Ну, шресла там, спадает что-то, шресла, вот они, вот. А у Иисуса написано по персям. Пояс так тоже тут носит. Это означает, любовь его безмерная охватывает исполнение нами в Духе Святого Ветхого Нового Завета. Это два завета, это груди ее у церкви. Груди. Ветхий и Новый Завет, две груди. Все понятно? Я еще повторюсь сейчас, и все, и ты с пальмы упал, оказывается, нет зачем лезть, а то уже полез куда. Ой, говорит, какой нашел я роман порнографический, я ей говорю, и где же в Библии? А другие даже, говорит, не надо считать молодежи, это соблазняет. Никогда я этого не слыхал такого, чтобы слово Божие соблазняло. Соблазняет поврежденный разум, дурной опыт жизни. А ты ему разъясни это. И дальше зубы твои белые какие-то, подобно тому-то. И он начинает описывать ее, какие бедра у ней. Ух, с ума сходят мужики. А она начинает описывать еще лучше. Он у нее семь качеств нашел, а она у него десять. Это означает, что во всей полноте, все дары Бог дает церкви. Но она находит все дары и для Святой Троицы плюс три. Я вымыла ноги. Как я могу встать? Но прошел возлюбленное, и только остался запах от него. Прикоснулся к ручке. Это означает, пророчества исполняются. Я жду Господа. И каждое пророчество ложится, как печать на мое сердце. И я вот думаю, что уже чего-то достиг, и мне неохота вставать. Вот я любого спрошу, скажите, вы ложитесь спать. Ваши последние мысли какие? Уже все, уже глаза слепаются. Какие у тебя мысли последние? Проснусь ли. А? Проснусь ли завтра. Завтра проснуться. У тебя какие? Нет, проснусь ли. Проснусь ли. У меня ни разу такой мысли не было. Я уже все, уже ладошка под голову, и у меня примерно 43-47 секунд надо, чтобы я заснул. Если я ложусь и молитву не прочитал, до воскресенья Бога, я тогда сажусь, бесполезно, не прочитаю, усну. И последняя моя мысль, молитва, Господи, пробуди меня ночью. Так поздно ложусь, а так рано вставать я могу проспать. Пока еще ни разу этого не было. Ангел, не постыди меня. Ребята сейчас успокоятся. Я другу раз соскочу, а они все еще сидят. Молодняк, у них сердце работает. Я опять ложусь, приди, же не буду этого становиться. Гляжу, раз поднял ангел, все тишина, они спят. Вот это мое время. Чтобы мне проснуться на ночную молитву. У меня другой молитвы никогда не бывает. А что я проснусь, не проснусь? Вообще никакой роли не играть. Никакой. А вот если я не встану, не расслышу голоса Божия, вот это для меня потеря будет. Огромная потеря. Вот так. Это другое дело, я бы спал, ребята ушли, а я бы завалился. Я же пенсионер. Нет, ни разу, никогда, не лезь днем. Встаем 4.40. А ложиться-то они... Я ложился, как правило, тогда в 2 часа ночи. Ежедневно так. И надо еще посередине, еще встать на молитву. Ты увидишь, как у тебя по-другому будет. Поэтому разные волнения какие-то, меня они никогда не касались. А он не согласен с чем-то. Ничего нет. А я вот этот инцидент, как бы сказать, я сказал там в лагере, картинка, и дети уснули. Я бы только засмеялся и все. Ничего особенного нет. Занятия не было, я просто сказал. Это было не во время занятия, но он сидит, считает как бы сам по себе. А дети уснули, а я подписал урок истории. Дети все спят. Они прямо распластались. Я считаю, ничего тут особенного нет. А другого, может быть, это один. Конечно, это не занятие. Вот, я как-то написал там, сидит там ребенок, рот раскрыл, спит. Я написал во время моей проповеди. В храме. Я считаю проповедь, а он спит, сидит. Но в самом деле это так и было. Ничего особенного нет. Но православные люди крепкие. Во время службы, может, полслужбы проспать и не упасть. Вообще. Любому может давать мандат старобряться. Там уже три четверти службы проспать стоят. Лучше любого пожарного. Так что, сегодняшний день, это молитва, батюшка уезжал и говорит, вы хорошо молитесь, чтобы Бог благословил. Благословил его. Мы не гадаем, кого ты дашь, буду молиться. Мои, сказать, симпатии принадлежат Господу моему, Иисусу Христу. А он назначает. Вот читаем книгу Третьей Ездры. Не каноническая книга. И там написано. Увидел я там орла. Орел проговорил человеческим голосом. Лечь не об орле идет. И вот у него крылья. А дальше под крылья вырастают. Перья. И перья эти на короткое время вырастают. Другие их выдергивают. Опять новые. Это цари. Брежнев, Андропов. Там на короткое время. Чернинка. Это перышки. Встают их. Вырывает Господь. Ну а другое подольше. Вот Третья Ездра очень хорошо это показывает. Может быть он на короткое время. А теперь говорят. Смотрите. Кто долго царствовал. Как они печально кончились. Долго царствовал Николай Второй. Смотри. Щаушеску. Муаммар Каддафи. Чем они кончили? Хусейн. Чем кончили? Все кончили тем, что их лишили жизни. Вот что значит долго царствовать. И не уступай другому царству. Ну не все так. Мавазаду в своей смерти умер. Стали на отравили считать. Брежнев. А? Брежнев своей смертью. Ну как сказать. Они уже разные говорят. Да мы же вообще у него не поднимались с ним. Шакуров или кто его играет тот. Как он играет. Я на дях посмотрел еще один раз. Да это никакой не Шакуров. Настоящий Брежнев. Как она лежит. А это. Девчонка. Девка-то. Медицинский работник там. Лежь рядом. Лежь рядом. Она легла там. Гладит его. Болею. Десять лет. Генеральный секретарь. Преседатель совета министров. А вылечить не могут. Полежал. А может не хотят. Понимаешь. В этом и смысл-то. Да там какие-то артисты. Народный Шакуров надо дать. А настоящий Брежнев. Так нельзя сыграть. Так не играется. Он же. Как и фильм и называется Брежнев. Что? Фильм называется Брежнев. Ну так называется Брежнев. Это ужасно просто. Вот какой он на фронте был полковник. Ну и там это. Пожета полевая жена. Он встает там одевается. Она при нем там спит. А сегодня в бой идти. Как поесть или не поесть. Она говорит. Конечно надо поесть. Она его кормит и говорит. Ну так ты женишься на мне. Он сразу вытер. Ну ты же знаешь, что у меня жена есть. Я же коммунист. А ты со мной сейчас спал. Как коммунист или как кто? Она его. И все. И она не знает, чем его уколоть. Он не женится на ней. Эх. Говорит. Ты не знаешь. Когда пуля ранит живот полный. Это разрывается все. Не надо есть. Она уже накормила его. Дура. Ну настолько это живо. Вот нам надо все это повернуть в духовную. Во-первых, нигде ничем не быть запятнанным. И враг ничего не сможет сказать. Он желал бы сказать, а у него нет никаких данных. Он где-то калабродить будет в другой степи. Ты доверься Богу. Он тебя сокроет и прикроет даже твои недостатки. Вот на меня нападают когда. А пустое место. Ну не было это у меня. Не было. Я как Бога благодарю, что они настоящего-то не знают. За мной числится больше. Но Бог меня визой своей прикрыл. И меня никто не знает и не видит. А раз они бьют пустоту, значит они ищут, но не находят. Они слепые, как вот когда лота хотели они вытащить. Вот и все. И когда клевещут, говорят что-то несоответствующее действительности. Я благодарю Бога. Никто не знает про меня так, как я знаю. А он меня сокрыл. Он сокрыл. Там могли бы такое наворочить. Я не говорю, чтобы кто-то узнал, что я там блудник или вор. Нет, там по мелочи можно нагрести. Там отца обидел, там мачетов, в таком роде. Надо Бога научиться благодарить в самом малом. Вот это я сказал. Благодарю Тебя, Господи. Ты мне еще раз напомнил. Больше ничего не надо в этом. Обида абсолютно не христианское свойство. Обида одно из проявлений не умершего ветхого человека. Так я называю. Что бы ни было. Я не конкретно говорю с братом. И никогда не надо спешить уходить, когда вопрос не разрешен. Не помоем, а я там встану и уйду. Никак. Я буду сидеть до конца и пересижу. Все уйдут, и я все буду сидеть. Я спокойно буду обдумывать, запишу, в чем меня обвиняют. Вот батюшка, понимаешь, приходит ему, все раз, батюшка, а ты помнишь такое, такое. И втихий согласился простоять сзади, когда мы будем молиться. Батюшка не пошел на это. Я пришел к нему, я сейчас с иптихием разговаривал. И у нас будет так называемая апостольская. И втихий согласился в подрезнике, в рязке, постоять сзади. Мы проведем службу, он епископ, один из нас. Чтобы он приблизился к народу, увидал так, он говорит, ничего особенного нет, я встану. И батюшка отвернул от этого. Я ему это напомнил. Это нельзя повторить сейчас, потому что время ушло. А представь, в какой момент был. Показать смирение нашего епископа. Его расположенность к нам. За этим сколько стояло. Мне всегда нравится быть профессионалом, опережать события. Вот их нет и нету. А вот если сейчас будут, и завтра его взорвут. А что дальше будет? У нас еще нет. Завтра, говорит, неонила Глушкова и говорит, а вот вас с батюшкой не будет. Мы рассуждали, что тут будет? А что тут будет? Ну вот как надо. Да сто раз лучше Бог сделает. Я, может, больше всего вам мешался духовно расти. У Бога все. Мы совершенно ни при чем здесь. Это мы так думаем. А вот епископы нам не дадут. Я это обдумал. Я всегда говорю, что, ну, потеряевки как. Заранее договориться. Какой день? Пост идет. Батюшки нету. Меня нету. На машину сели в мамонтово, поехали. По форме, причастились. А он не допустит. Кто? Как он не допустит? Когда всех допустил меня. Такого не может быть. А если нет? О! Лучшего нельзя придумать, если он не допустит. Они откроют нам такие двери, что будут у патриарха двери скрипеть. Они на это не пойдут. Если пойдет, это уже сумасшедший поп. А он собирается, мы будем отдельно вести занятия, общие на так. Они не знают, что с нами делать. Они с таким фактом не встречались. Просто не встречались. Это вот как белый клык Джека Лондона. Он побеждал всех, этот волк-то. А с бульдогом-то встретился, и он его задушил. Он вступился, и он мотает, он не отпускает. Кусает, а он бесполезно. Уже весь в крови не отпускается. Мы бульдожи и хваткой схватились другое. Которые хотят убить нас, мы в закон взялись. А вы законник? Меня вчера один. Ты меня обозвал? Обозвал. Да, я законник. Я принял это все. Но только два варианта. Законник и беззаконник. Другого нет. А вам остается одно. Если ты осуждаешь, то остаешься беззаконник. И отныне все время обращаюсь к вам, Игорь, беззаконник. А ты обращаешься к Игнатию, законник. Но в Библии есть. И передай привет Зине законнику. Павел, перестань. А беззаконникам никто не передает привет. И тебе привета ни одного не будет. Все. Из того, что он говорит, я постараюсь все выжить до конца. Что патриарх говорит, я на несколько раз его прослушиваю. Осипов говорит, я по частям его выступление разбиваю. Теперь, как он сказал, что сказал Кураев. Его сейчас все осуждают. Этот Кураев, этот развратитель, он что делает? Он говорит, там девок этих ущипнул бы, которые там перед алтарем-то танцевали. И прочее. Не спешите. Кураев очень умный. И здесь он сказал правильно. Мы сами создали культ Масленоса. И они пришли на Масленоса. И для них разницы нет, где кривляться. Они пришли сюда. И молитва их неплохая была. Пресвятая Богородица, прогони Путина. И опять. Пресвятая Богородица, прогони Путина. А все, которые молятся, они прямо назвали. Это срань Господня. Название такое. Вообще. Понимаешь, за этим что-то, а никто не обдумывал. Они такие, их надо там чуть ли не убить. Ничего не надо. За них помолиться надо. Они несчастные люди. Уже такие расследования там идут. Это как сокрушение церкви. Это авторитет. Я ничего не вижу этого. Немного чести. Не надо накручивать на пустом месте. Это живые души. Они по-другому не знают. Они марионетки в чьих-то руках. Но храм открытый. А если бы в Потеряевке они так вот ворвались и что-то. Ну что, я мог бы сказать, что вы пока тут кривляйтесь. Я схожу домой, меня надо там голубей покормить. Я бы ушел, они выше, никого в храме ничего не будут плясать. И больше ничего не надо. С ними не надо ничего делать. У них запалу хватило бы от силы на 4 минуты. Ничего больше не надо-то. Они выдавшись как проколотые. Им нужны зрители. А зрителей нет, храм пустой. Я бы сразу всех вывел и все сказали, ладите домой на огород, работайте. А они придут потом. Да как все просто решается? Просто перед Богом. Я не вижу вреда ни в чем, кроме в самом себе. Златоуз говорит человеку, никто не причинит вреда. Ни один человек на земле и сам дьявол. Если он сам себе не вредит. Делать зло будут, но сделать его невозможно. Он голову отрубит, ты мученик. Он тебя отравит, ты на небесах будешь. Нельзя сделать верующему зло. Почему? Причина одна, что я за это благодарю. А сатана этого не терпит. Я ему нанес рану. Я ему язву смертельную нанес. Он меня воровал, а я благодарю Бога. Мне теперь в деньгах не надо думать ни о машине, ни о чем. Слава тебе, Господь, пошел пешком. Почему? Бог меня благословил идти пешком. Я возьму Евангелие в Котовку и пойду в соседнюю деревню. Вот и все. У Бога вымерено все. А он испытывает и смотрит. А что я буду делать? Господь наблюдает. И когда мы торжествуем, ангелы рукоплещут, говорит. Ангелы. А Бог для чего допускает? А сатана выпросил Россию. А я покажу, я коммунизм построю. Господь говорит, ладно, делай. Ну, как бы так. И вот он, когда крах коммунизма, все. И сатана стоит тоже. Сатана же их, коммунистов-то, привел там. А ангелы стоят и говорят, ну что, ничего не получилось. И опять рукоплещут. Ничего из этого коммунизма не получилось. У Бога это вымерено. А Бог наказал через коммунистов и церковь, и всех. Сегодняшний день он как раз побуждает нас к смирению. К сосредоточенности. Надо думать. Вот у меня были хорошие отношения с мэрами. С этими просто нет возможности. Баварин, Колганов. Очень хорошие отношения были. Притом я им не подыграл, я им давал книги. Баварин покупал. Я ему говорил, заплатить надо, у меня денег нету. А Колгану я уже дарил, потому что я уже размогател. То есть книги были изданы. Я тогда никому не мог. А одну книгу однажды, помню, как сейчас, мне до сих пор неудобно даже. Тут я маленько переборщил. У меня есть один человек, который всегда мне помогал, но настолько много помогал, высказать нельзя. Директор РТИ Хромов Анатолий Петрович. И вот мы встретились у секретаря Сурикова в кабинете. А секретарь тоже расположен ко мне. Я книгу достаю и говорю, она столько-то стоит. Он говорит, у тебя деньги есть. Мне бы ему надо только подарить, столько человек сделал-то. Но я даже здесь не мог этого сделать, у меня денег совсем нету. А тот полез в карманы, нащипал, сколько-то и мне отдал. Помню, прокурору краю даю. А он полез в сейф и мелочью мне отсчитывает за книгу. Мелочью я целый мешочек принес. Я бы мог и так отдать. А помню, я одному директору привез меду, угостить его, директору Грохотову. Я ему отдал баночку-то, а крышку снял. Я говорю, крышка мне нужна. Вообще. Я пошел потом, мне надо было хоть бумажкой завязать. У меня крышек нету. У директора на столе крышку снять с баночки. Ему ее никак нельзя унести теперь. Он будет здесь лизать, сидеть ее. Вообще. Понимаешь, нет? Даже вообразить нельзя. И он не обиделся, ничего, значит, что у меня ничего нету. У меня не на что крышку купить на банку. У меня ничего нету. Вот я, не скрываю, я получал полочку сегодня, а на завтра я все деньги уже раздавал. Раздавал. У меня три рубля оставалось, чтобы дожить. Я считал это нормальный образ жизни. Вообще, ой-ой-ой. Три рубля. На месяц. Ужас какой-то. Ну вот Бог вывел меня к вам. А вас на меня натолкнул. Ну что? Считайте. Куда ждет собраться? Игнатий, смотри на вопрос. Давай сюда, заложьте. Сейчас Игорь рассказал, что он 15 раз прочитал «Мастера Маргариту» Булгакова. Вот это Игорь? Игорь, да. Но мы хотели задать такой вопрос. Стоит ли читать? Не стоит. Ни разу не стоит. Не стоит. Теперь это Библия. Это сплошная Библия. Один кадр можно посмотреть. Когда сидят они около патриарших прудов, и Валант беседует с ними и говорит, что жизнь следующий человек не управляется, когда голову ему отрежут. Вот это все, больше ничего не надо. Все остальное, что она ведьма там летала где-то, то он являлся, этого ничего не надо. Цирка, он пока, конечно, впечатляет это все. Но это все сказки. Но вот это, это прямо из жизни взято. Он сам сатан, а я по черной магии. И доказывает это все. Это вообще, ролик стоит такой. Не видела? Пойдем, я покажу. Обязательно пойдите ко мне. Не видел? Никто видел, нет? Нет. А именно вот этот момент, когда они сидят на скамейке и беседуют. А они не знают, что Валант это дьявол. И он беседует с одним, председателем горсовета, и он говорит, и верить в Богу, он говорит, и верить в Богу. Нужны доказательства. Он говорит, никаких доказательств не нужно. Христос существовал. Он говорит, почему, как это? Никак. Он сразу закрыл глаза. Колоннада, шаркающей кавалерийской походкой, понтией пилат в плаще подбитом ярко-красным материалом выходит к народу. Он просто смотрит, как он, и показывает, как пилат идет. Дьявол там был, он видел. Когда говорят там о Канте, он говорит, я этому старику говорил, ты плохо кончишь. А это 180 лет назад они вот так глядят на него, когда мы за столом с ним сидели. Так его сослать надо было в гулаг. И вот дальше сослали, он говорит, дьявол в аду. И с ним связаться никак нельзя. И оттуда никак не... Они не догадаются, как Лусево, пищаль сатаны, говорит. Вот этот один маленький ролик, он небольшой совсем. И он говорит, человек жизни не распоряжается. Ну, чтобы распоряжаться, по крайней мере, на тысячу лет надо вперед знать, как хотя бы. Хоть небольшой промежуток времени. Он говорит, как? Ну, я могу сказать. Ну, конкретно чем вы сегодня будете заниматься? Я? Ну, сегодня у меня собрание, писатели пойдут. Ничего этого не будет. Почему? Не будет. Так, Аннушка уже купила масло и разлила. Причем тут Аннушка? Она проливет масло, он на нем подсказнется, и головой под трамвай, и голова отлетит. Вы... на вас кирпич не упадет. Он говорит, если не упадет, не упадет. Вас зарежут. И кто же это? Интервенты? Нет. Женщина-комсомолка. За рулем, который сидит. Водительница. И дальше все так и случится. Вот это можно посмотреть и запомнить. А я ее ни разу не считал, мастер-баргат. Ни разу. Так открыл, посмотрел, и сразу закрыл. Мне это не надо. Я посмотрел один раз в эфире, грешный человек. Я в Мазолее Ленина, а в Москве был я много десятков раз. И ни разу не был. Ни разу. Мне всегда это казалось ненужным, вредным. Чтобы я его смотрел, его в селитре вымачивают, в разных составах. Я бы смотрел, да там ничего нету. В Комсомольской правде был заголовок такой. Много ли осталось Ленина? Его когда привезли, он загнил здесь где-то в Томске. В Омске был. Там сколько руку отняли от него, ногу много. Остальное все восковое. Там ничего нету. Умер, мозги все сразу вытащили. Там ничего нету. Там кожурка одна лежит, которую они вымачивают, вымачивают, вымачивают. Людям кости не нужно. Им нужно только вот это вот. Остальное костюмы меняют на нем. На нем такие миллионы тратят. Там целая бригада работает. И они как заходят, показывают. И написано не для слабонервных. Как оно в ванне топит, как вымачивает, поднимает. Все это снято сейчас. Мастер Маргарита, он не так назывался этот фильм. Он по-другому назывался. Нам нужно знать волю Божию. То есть согласиться с ней. Какова у вас воля Божия во Христе Иисусе? Чтобы вы за все благодарили. Вот научиться надо за все благодарить. Я вот прикидываю, а за что бы я Бога не благодарил? Я просто не знаю. Не знаю. Вот у меня жена рассказывает, когда меня уже приговор вынесли. Все, вот он, суд-то здесь меня уже увезли. Они, говорит, собрались домой, а люди с разных городов были. До того радостное было настроение. Вот она. Мы, говорит, как друг друга поздравляют, что посадили наконец-то его. Такие радостные все. Пошел исполнять волю Божий вузов. А у людей как посадили. Там и взятки давать, и что. Ты все, ты среди тех была. Из всех осколков. Ее дочери мне цветы кидали. Когда меня выводили. Воля Божия святая, благая, угодная. Сколько останется? Мне, конечно, забота такая об молодежи. Как они будут? Устоят ли они? Умрут ли за Христа? Не примут ли печати Антихриста? Не найдется ли особлазнитель, который скажет, что надо принять это, не вредно и прочее. Я заранее молодежи начинаю молиться и молюсь. Мне радостно, что я за гранью уже почти совсем. И я его, может быть, и не увижу Антихриста. Я рад просто этому. Почему? Святые говорят, думаем, что и мы бы не выдержали. Если они так о себе говорили, то о нас можно не говорить. Ежедневно надо благодарить Бога, что Бог дал тебе святую православную веру. Православную веру, я имею в виду, это решение канонов, соборов, толкование святых отцов. То, что литургия есть, не то, что сегодня священники творят, там, с мощами мучаются. Нет. А именно православие, имея священство, полноту церковную, вот это имею в виду. И это потерять никак нельзя. Никак. Как бы хорошо они не показывали, сектанты, они не церковь, и все, есть сказ. За церковью нет спасения. Вот что страшно. Один из недостатков, который сегодня в людях видится, это неумение считать день последним, неумение ценить время. Столько разговоров, столько споров, столько негодований, столько попыток кого-то выправить, кроме самого себя. Как это не понятно? Ну, я задам вопрос, вы говорите, писание знаете, скажите, Павел, говорит, пошел в Аравию. Куда он ушел, Павел? Да нигде больше не говорится, что за Аравия. Что за Аравия-то? Считать, что он ушел в пустыню, как монах Павел, чтобы прийти в себя, все пересмотреть и прочее. Вот у католиков это хорошее обычае, я не могу точно сказать, недели или две, каждый священник должен пробыть в отдельной келье. Каждый год. Вся позади, паства позади, литургия позади, ничем больше не заниматься не будешь, только самим собой. Я это испытал в одиночной камере. Я думал, я когда вернусь, найду такой сарай, заранее ведро поставлю для воды отхожее, спрячусь там и буду хотя бы по несколько дней каждый год сидеть. Не получилось. Но душой я там. Вы думаете, у мамы моей какая была мечта? А 10 ребятишек. И она забывала о всех, и в мечтах у ней осталось, когда она в девках была, уйти бы в келью. Она говорила, не келью, а келью. Вот эту келью, она, имея 10 детей, мать-героиня, и она ничего-то не помнила, как будто никогда, говорит, я вас не рожала, ничего. А в келью идти одной, одной молиться. Она душой монашка моя мама была. 12 ребятишек. Родила. Вот подлинное лицо человека. Так ты ее знала. Говорят, а если какая мечта? Слово мечта всегда носит отрицательный смысл в Библии. Так будет с теми мечтателями. Слово мечта нигде не имеет положительный даже оттенок в Библии. Нам не дано мечтать, нам дано надеяться. А зачем мечтать? Кремлевский мечтатель Ленин мечтал, что сидел. Слово мечта истребляйте. Я верю и надеюсь, что Господь так сделает. А ты уверен на сто процентов, что в раю будешь. Это только Бог знает. Но я надеюсь. Я верю очень сильно в это. Что я спасусь. А уже окончательно сказать, только Бог знает. Он спасает, не я. Я люблю моего Господа. А как он это воспринимает? Я не знаю. Это сектанты знают. Они уже спасенные. Место забронированное. Они там будут. Я этого не знаю. Мы спасены в надежде, Павел говорит. В надежде. И написано, многие потерпели кораблекрушение в вере. А не я ли среди них? После уверования, что за мной? Какой шлейф? Соблазны, беззакония. Еще так и не было. Хотя это мир. И что я сделал, даже ни во что считать. Я и судил. Я и гневался. Когда скажу, что я гневался, враги прям ликуют. Ух. Так вы гневались все же. Гневался. А можно узнать как? Очень даже можно. Я сплю в балерине, а у соседа собака у Игоря лает и не дает спать. Я взял палку, пошел, собаку брякнул, ему постучал. Приведи ее в сознание. Она прям у меня. У меня открыто там окошечко и прочее. У меня зато рано на работу. Я не могу не заснуть. Она просто брешет, брешет на воздух, на комаров. Он ни разу ее не выгулял. Я и с гневом. Надо думать. Вот мы говорили, все суета, сует. Это главная мысль, которую продвигает в Экклесиасте. Все суета, сует. Что бы ты ни назвал, все суета, сует. Суета, значит, пустое, мимо пролетающее с большой скоростью. Люди говорят, время летит. Такое выражение в Библии написано, и мы летим. Мы летим, не время. Время это условное понятие. Его нет времени. Только вот на исторический период Бог дал отсчет времени. Есть было доисторическая вечность и послеисторическая вечность. Ну, где брат-то? Вы сказали, он вернется. А, нет, не сказали. А кто-то, по-моему, что? Это я говорила. Ты говорила. Я говорю, сейчас одумаю, если вернется. А почему он ушел-то? Разве меня нельзя было опровергнуть? У нас есть, нельзя. Или я что, наставил на своем? Просто я сказал, как бы я поступил. Преподавать по этой книжке я бы не стал. Больше я ничего не сказал. Ну, дома-то, ага. А здесь нет. Ну, кто-то поведет дальше занятия? Нет, нет. Все, помолимся. Помолимся, да и все. Помолимся и все, да? Сейчас уже. Я напомню, что сегодня выбор президента. Мы будем об этом молиться. Кого Бог даст, никогда его не поносить. Никогда его нигде, никак не позорить словами. Никогда. Называть его по имени и отчеству. Не так-то там, Вовка такой. Ну, человек хорохорится пока здесь на свободе. И всегда помнить, что этот правитель надо мной поставлен. Законы, которые он будет издавать беззаконно, я их в упор не буду видеть. Я Божий закон над всем выше ставлю, а о нем буду молиться, чтобы дурные законы он убрал. Не так, что что скажет и всякая власть. Она попущена Богом. Она Богу не угодна такая власть. Как называют антинародный режим. Что все, народ по миллиону убывает каждый год. Все, развращение идет. Но Бог допустил. Никого не надо видеть. Никого. Я вот детей спрашиваю в лагере. У нас вывешено, как звать президента, премьер-министра. Это все вывешено. Где меню, и они все дети это знают. Кто изобретатель мобильного телефона. Взрослого спрашиваю, не знают. А у меня дети в лагере знают. Мартин Купер. А кто в интернете ребята показывает. А кто его изобрел, не знают. Спроси, не знают. Ну, кто знает это. Тим Бернар Сли. И дети это знают. Они должны все знать. Кто у нас губернатор. Кто мэр города. Дети должны знать это дело, чтобы за них могли молиться. Ребенка приучи к этому. Притом это надо не завтра начинать, а сегодня. Я вот сегодня задал вопрос. Кто будет заниматься нынче лагерем? Я умер, что лагерь в самом месте кончился. Нынче сороковой год нашему лагерю. Это что-то? Да. Но я не могу быть в лагере. Один день только могу. Воскресенье. Но неделю кто-то должен вести. Но я никому не могу доверить наказывать. Все остальное я вам отдаю. Наказывать никто не имеет права. Лагерь так и основан. Я наказываю. Я в одном лице следователь, судья и прокурор. И палач. Ребенку я сто раз прощу, если он искренне говорит. А ложь наказана будет. Он заранее это знает. Кто? Виктор Николаевич кто? Вот брат ушел. Вот сидел. Он бы был, а то кандидатуру лучше нельзя даже придумать. Владимир. Игорь лучше. У него очень хорошо идет. С детьми, да. Ну, ищите добровольцев. Виктор Николаевич тоже больше. Пойдет он, он может. Но он-то едет на проповедь. Оставите его. Давайте других людей, где остальные? Виктор Николаевич. Ну хорошо, ну давайте дальше. Команда-то распадается, без него не хватает. Ну сюда, здесь-то вы возьмете. Кого дальше брать на него? Ну давай. Я один. Володя второй. А ну же пять человек. Один за рулем. Один должен быть шофером. Ну а Сережа-то? Ну Сережа третий. Дальше. Все. А то говорит, давайте две машины посылать. Я на одну не наберешь. Василий. А? Василий. Он работает, он учится здесь до полы на лето. Ну а после... А приезжает там дяде, надо помогать. Дяде за него платить деньги. Он же на платной основе учится. Его я не могу брать. Просто он у нас и сам уже когда... А дядя там один хозяйство ведет. Никого нету. Деньги-то заработать надо им тоже. И только мужчина. А женщины могли бы в лагере быть. Вот брат у нас сидит как? Все. Далеко не уедешь, что ли. Не садишь там. Ну если ему возможно вот этот вот, возможный вариант, как он сработает. Ну неделю уже, неделю там. Ты должен сегодня решиться. Выше Евангелие, Благовестие, ничего нету. Я все дела подобью к одному. Ну почему одну? Понимаете? У вас все время какие-то препятствия. Какое? Галя. Вот представь себе. Я получаю письмо. Вот я с Аким, Аким в варьбе служил. И он что-то там у него такое... Сестры. Закрутило его. Я понял, я должен быть там. Уволиться, это надо, кажется, в 14 дней, что ли, с работы уволиться в советское время. Я тут же пишу заявление, приношу, я сегодня ухожу. Инструмент сдаю бригадиру, я плотник, работаю на реконструкции города. Все сдал, и в этот же день я уже на поезде был. Это в советское время, это нельзя совершенно. Меня не касается, вас уволят, вас судить будут. Вы мне можете не говорить, можете хватать, я поехал. Я приезжаю в воинское счастье. Я проникаю, не знаю, через забор или как, в воинское счастье, в казарме живу с ним. Когда все деловое правило, снова перелез и вернулся домой. И на работе приняли. Слово препятствия нельзя, я вообще этого не знал. Вот он ко мне приезжает. Я работаю в закрытой зоне, в международный аэропорт. Отец таким приезжает. Я добиваюсь того, что иду к начальнику, договариваюсь, он проводит его матросом. Я придашу его увольнительную, будто он в городе. Он поэтому увольнительный теперь, как будто бы заходит матрос, зашел теперь его в кубрик, и он со мной находится, рядом спит. Понимаешь, разные варианты, но суть такая, он должен быть рядом. И когда ему стало уже все нормально, хорошо, теперь я его опять выпроваживаю, как будто матрос пошел в город, в увольнительную. Вот и все. Да как можно на корабль проникнуть в такой международной базе, и что там документы. Ну я подумал, как с начальником хорошее отношение. Он мне прописывает, что будто он работает, на него выписывает. Все. Главная цель была достигнута. А теперь он батюшка. Это я отдельные кадры говорю. А здесь поехать, ну неделю, одну неделю бери. В следующем месте еще. Каждый месяц, мы ездим 4 месяца, по одной неделе выдели от себя. Вот уже одна кандидатура есть. Одна кандидатура. Руководить лагерем ты не пойдешь, слишком мягкий. В лагере руководитель должен быть решительный. Там такой контингент. И не перегнуть палку. Вот я его возьму с собой. Ну что дальше будет? Я его в первом дворе потеряю и буду искать. Часа два будете искать еще? А? Часа два искать еще будете? Ну да. Ну кого? Второй-то чуть получше. Никого даже нету. Понимаете, на меня столько наседают. Вот сейчас вышли в коридоре. Раиса Николаевна теперь за Женю заступается. Она ничего не сказала, она нет. Ну как не сказала, когда сказала. Разная деноминация. Это юридические мысли. Ей говорит Неанила Глушкова, как же ты не понимаешь? Все это понимают. Батюшка сказал, никого не просил о благословении. Она заступает. Теперь мне надо Раису давнуть и опять ее примирить. Выхожу, у одного тут ребенок кричит. Я говорю, чем на вас орет-то все время? Вы уже не можете сделать. Ребенку даже два года нету. А ничего не могу сделать. Выход очень простой. Мне отдайте ребенка. Я вообще исполнил. Через четыре-три дня я вам отдам его, он будет совершенно другой. Понимаешь, нет? Вы не можете не делать ни со старыми, ни с малыми, ничего. Представьте, я засыпил здесь, кого-то обидел. Зашел в кариорию, Раису там обидел. Выхожу, этих родителей успел. Больших и малых всех обидел, пошел. Но это все мои друзья. Потому что мне не все равно, что ребенок заплакал. Хватает его ребенку скорее в другую комнату и не знает, что. О, я знаю, в чем дело. Теща звонила, когда ребенок кричал. Я говорю, что? Она просила молиться. И плохо это? Я помолился, теща звонит уже, говорит, ребенок умолк. Ты не знаешь, что делать? Так было, нет? Было. Было. Так в тебе упрех еще взять поставил-то. Я говорю, это за кадром. Да я ж провокатор. А я знаю тебя. Ты молодец, всегда звонишь помолиться. И всегда звонишь отбой. Результаты молитвы от тебя видны сразу. Проходит время, она говорит, температура поползла вниз. Понимаешь, я вот смотрю, батюшку я успел как бы обидеть. Что-то сказал. Ну, не обиди хотя бы. Это кого-то засыпил, и везде, где я иду, я везде сцепляю всех. Но вы сами же обращаетесь. Вот он ко мне обратился. Я с самого начала что читал, я уже не согласен был. Но я думаю, только бы мне утерпеть. Но думаю, как он меня спросит, так я пары сброшу. У меня много врагов, но у меня очень много друзей. Итак, сегодня выбор. Возвращаемся. Это главное. Выбираем не мы. И когда он будет не такой, и люди будут роптать, мы можем спросить, а ты голосовал? Да. Я как-то вел занятие в Алтайском техническом университете. И там ходила одна учительница. Она очень ко мне расположена, похожа на Надежду Афанасьевну. Такая сухонькая. И она говорит, я узнала, правда нет, что вы за Ельцами не голосовали. Когда избирали-то его. Первый раз. Я говорю, не голосовал. Я так о вас высокого мнения был, а теперь я... За какой же вы верующий-то? За Бориса Николаевича надо всем было проголосовать. Он руку отдает и голову на рельсы положит, если не выполнит программу. Я говорю, ну у нас не принято. Проходит года полтора, она мне опять встречается. И опять говорит, понимаете, нет. Я сколько раз вас вспомнила. Какая я дура, что я делала? Я же голосовала. Он же обманул. Он все разворовал страну всю и прочее. И начала мне выговаривать опять уже с той стороны. Вот и все, все меняется. Я ничего не знаю ни про Ельцина. Я знаю, что надо молиться. И за это Бог не взыщет. Он говорит, молитесь за начальствующих, за царей. Я знаю, что это трагическая фигура, Борис, для России. Ну что, руководителя нет? Молиться. Молиться, да подамам. Нас совсем мало осталось. Боже, милости вы мне грешному. Создай в имя, Господи, помилуй меня. Бесчестра я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и живи с десы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселися вны, и очистены от всяких скверных, спаси влажи души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней пресной во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, да не пресна и вовеки веков. Аминь. Отче наш, иже исти на небесе, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам гнезь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лука в огонь, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нам. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нам. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно вам. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно вам. Слава Тебе наш Бог, Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Савовов. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Божию Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю за день, когда Ты даровал веру в Тебя, что будет страшный суд, и страхом подвиг к поиску спасения. Благодарю за день, когда Ты вручил мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Сохранил от заблуждений ереси и раскола. Церковь Твоей Святой Православной. Аллилуйя. Аминь. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами Твоими. Благодарю, Матерь Божия, сохранила от падения сокрушения, предательства, измены. Молодуши, унини и отчаяния, и впредь не оставь Твоим покровом. Покрой на всех амахором любви Твоей. Господи Божий наш, слава Тебе. Господи, избери доброго правителя в стране этой и дай ему страх Твой. Утишь и митешь. Сохрани нас от волнения людского, как море бушующего. Даруй время мирное. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога, мне грешнее. Добрый мой ангел-хранитель, благодарю Тебя за услышанное молитву. Прошу Тебя, ангел, и в смертный час не покинь, когда душа будет от тела разлучаться. И проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным. И введи ее на веки в царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Аминь. Благодарю за это место, где мы можем собираться. И прославлять Твое всесчастное имя. Путешествующая брата Акима благослови. Аллилуйя. Иоанн Креститель, притеща Христов, моли Бога о нас. Благодарю Тебя, Иоанн Креститель, за услышанное молитву. Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть довольным. Мы каждому дар и жилье. Помилуй нас, Боже. Помилуй нас. Господи, Боже наш, слава Тебе. Нет иного Бога, кроме Тебя, столь милый, чем народ Твой. Господи, пошли миссионеров, христиан. Христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Дабы люди уверовали в Тебя. Замосли еретиков, мечто преврати и разруши. Дай им спасение Твое. Святителю Христов Никола, мирликийский чудотворец. Образ кротости и воздержания. Добрый архипастырь, моли Бога о нас. Никола чудотворец. Благодарю за услышанное молитву о людях и о животных. Господи, Боже наш, слава Тебе. Будь милостным, Господи. Услыши молитвы наши. Сохрани место си и помоги нам окончить этот пост приобретением духовным. Приучи нас к молитве милостыне и посту. Аллилуйя. Святой пророк Илья, Елисея, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Еувавель, Но Иосиф, Патриархи, Ездранеем, Амос, Наум, Исаия, Еремия, Варух, Изекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк, Михей, Авраам, Исаак, Яков. Молите Бога о нас. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою святую невесту, чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими сметельниками и сосудами, полными Илья, благодати Духа Святого и дел добрых, соделанных в любви. Аллилуйя. Святые ангелы, архангелы, фурубимы, серафимы, всенебесная сила, престолу Божию, предстоящие. Молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, Первый Верховный Петр и Павел, святые евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Да дарует Господь нам желание исследовать Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечно, а не свидетельствует о нашем Господе Иисусе Христе. Аллилуйя. Научи нас влекать в себя и в учении, и заниматься с ним постоянно. И так поступая, спаси себя и слушающих нас. Аллилуйя. Святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат и Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Амфим, Некомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников. Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир Вениамин и Иосиф, Борис и Егелев. Молите Бога о нас, да укрепит Господь Церковь свою, дабы никто не принял начертания Антихриста. Зверя на правую руку или на чело. Аллилуйя. Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Глатаусов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Антобольский, Антронштадтский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да помилует Господь Церковь свою, сохрани нас Господь от падения. И сокрушения. Научи нас быть жертвенными на дело Божие. Пошли все необходимое нам для проповеди, благовестия. Благослови Илариона, митрополита, дать добрый ответ. И патриархов разуми, не дай ему погибнуть, как за много ему придется отвечать. Святые жены и девы. Фекла первомущенца, Фатина, Самаренина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь, София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина. Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроик и Юния, Киприяна Устина. Молите Бога о нас, да даруй Господь послушания, молчания, соломудрия и стыдливость женам и девам. И сохрани их от всяческого поругания, аллилуйя. И прими нашу молитву в изъянии рук, как жертву вечернюю, благовухание, приятное пред престолом благодати. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на земле и на небе. С молитвами всех желающих нам блага. Ей, Господи, говори, слушает раб Твой. Господи, даруй доброго правителя и мирное время в стране сей. Аминь. Аминь.